Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В свежем выпуске модной темы речь пойдет об индивидуальном исполнении. Что представляет собой кутюр в современной трактовке, рассмотрим на предмере частного гардероба. Дизайнеры Прет-Апорте придумывают свои коллекции, из которых впоследствии модницы составляют гардероб. Сегодня высшим пилотажем стиля считается умение сочетать идеи различных дизайнеров, создавая свой уникальный стиль. Но есть еще одна концепция – индивидуальный заказ, который позволяет самому быть немного дизайнером. Большая часть гардероба Елены как раз и состоит из таких вещей. Мне нравится, когда я одна в этом хожу. Елена относится к категории клиентов, которые любят находиться внутри творческого процесса. Если тот год у нас был под эгидой романтизма, то в этом году мы уже миксуем между собой и классику, и спортшик. Как правило, большинство предметов индивидуального заказа – это вечерние платья или пальто. Но есть примеры и тому, когда персональный дизайн представлен в одежде для отдыха и всевозможных активностей. Одно из правил хорошего вкуса – пробовать все и не отрицать, не примерив. Ничего такого сверхъестественного, конечно, нет. Наверное, широкие брюки, да, я долго к ним шла, но попробовала, мне нравится. Много эмоциональных, но не случайных вещей. У нас и вещи есть и для определенного случая, для выходного дня, но это те вещи, которые этому человеку необходимы именно в этот момент жизни. Цветной мех в последние годы вдохновляет не только дизайнеров знаменитых домов. Для модницы со стажем – это новое поле для творчества. Я его обожаю. У меня его много. У нас в городе это не носит. И ты начинаешь выделяться, а я люблю выделяться. Начиналось действительно все с каких-то экспериментальных деталей, аксессуаров. Пока мы не научились работать уже смехом, не постигли. То есть не только азы, но уже и ушли именно в какие-то ноу-хау. На данном этапе это коллажирование. Получается безумно красиво, безумно смело. Много-много красивых шуб. Ну, все остальное мы как бы делаем, 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 делаем. Все клево. Но вот это будет просто супер. Сегодня существует множество концепций стиля, но, пожалуй, самым дорогим и изысканным является индивидуальный заказ, который по-настоящему эксклюзивен и часто не привязан к какому-то одному модному сезону. На этой неделе в Челябинске проходит фестиваль итальянского кино. Лучшие современные фильмы, комедии, драмы, короткометражки и документальные картины показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробнее о программе фестиваля прямо сейчас. Организаторы итальянского кинофестиваля сделали все, чтобы в этот вечер воссоздать атмосферу этой удивительной страны. Ароматный кофе и десерты под живое выступление Джузеппе Гуэрчо. И это лишь только начало. Что же касается самого фестиваля, стартовал он с лекций профессора Джузеппе Лопорто, который рассказывал о художественных традициях итальянского кино. Сегодня мы говорили о традиции и современности в итальянском кино, о том, какую самобытность несет в себе итальянское кино, каким задачам оно служит, как именно оно показывает настоящую итальянскую жизнь. Критики выделяют четыре основных направления итальянского кинематографа. Реализм — художественный жанр на грани документального. Фантастика в потоке повседневности, эстетическое направление, показывающее красоту во всех ее проявлениях, а также кино как развлечение, незамысловатые сюжеты и характеры, в которых каждый узнает себя. Можно сказать о неореализме, с которого началась итальянская кинематографическая школа, которая появилась в 30-40-х годах. Если говорить о какой-то конкретной характеристике, которая присутствует в современном итальянском кино, это как раз и реалистичное представление реальных пейзажей, реальной среды, съемки непрофессиональных актеров, а настоящих живых людей. Эта тенденция неореализма трансформируется в различные течения, но она остается. О чем бы ни снимал итальянский режиссер свою картину, в качестве одного из действующих лиц всегда будет пейзаж. В этом году у нас будет День Рима, где будут показывать три великолепных фильма, снятых как раз в римской обстановке. Фильмы одним из главных героев, которого является сам город, сам вечный город Рим. Также 17 февраля у нас пройдет День Апулии. Это регион очень любимый многими, но очень мало познанный в кинематографическом плане. Сейчас как раз он начинает раскрываться, появляются новые сюжеты, новые пейзажи. По словам организаторов, интерес к итальянской культуре у челябинцев достаточно высокий, а значит фестивальная неделя обещает быть успешной. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-отелье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкина 32. ДФМ представляет Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах «Царь горы». 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз – гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Три базовых цвета, которые ассоциируются со строгостью, элегантностью и хорошим вкусом – это черный, красный и белый. В этом сезоне различные их комбинации могут создавать абсолютно разные настроения и соответствовать различным ситуациям. Маленькое черное платье меняет свой характер в зависимости от контекста, в котором оно представлено. Сочетание черного с белым может быть строгим и экстравагантным. В трикотажном исполнении оно еще и необычайно комфортно. Сочетание красного с черным – динамическое, демоническое и при этом простое и понятное – идеальный вариант ансамбля на каждый день. Как сделать привычный цвет эффектным и эпатажным. Самый простой способ – добавить фактуру. Примерно тему спортшик – бархатное платье с лампасами. Идея для смелой и очень модной особы. Этот модный сезон не акцентирует внимание на каких-то сложных оттенках. В фокусе – знакомые цвета, но в необычной подаче. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь яркой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Уровень развития современной стоматологии позволяет не только восстанавливать отсутствующие зубы, но и делать это красиво и быстро. Новые технологии способны решать вопросы протезирования и реставрации буквально за одно посещение клиники. Раньше, чтобы сделать коронку, требовалось сначала снять слепки, потом техник делал свою работу, и уже на следующий раз мы получали готовый продукт. А технология ЦЕРЭК позволяет нам делать коронку, ну, можно так сказать, у кресла пациента. Компактным сканирующим устройством создается трехмерная компьютерная модель керамического протеза. Чтобы получить ее в реальности, стоматолог выбирает заготовку подходящего цвета и размера, которая помещается в подключенный к компьютеру аппарат. С помощью пары алмазных фрез в течение 5-8 минут вырезается протез, готовый для примерки и фиксации. При помощи ЦЕРЭКа можно сделать как одиночные, так и множественные реставрации до трех единиц вместе. То есть это может быть коронка, это может быть вкладка, это может быть винир, это может быть маленький мост на 3 единицы. Также, допустим, если вам нужно не один винир, а 4, то это тоже можно сделать каждый винирчик отдельно на каждый зубик. Единственное, ну, по времени это займет не час, а побольше 2 часа. Лет 20 назад пациенты стоматологических клиник требовали от специалистов идеально белые зубы. Сегодня все больше людей склоняются в сторону естественности. Когда мы ставили белоснежные зубы, цвета Б1, блеска снега, не всегда сейчас уже актуальны, потому что для того, чтобы сделать белоснежные зубы, нужно их делать все. Так вот, в линейке вот этих готовых блоков 32 цвета минимум. И поэтому с этой технологией возможность цветового решения и возможность решения по форме, именно вашу форму, именно ваш цвет, это, конечно, сделать возможным. Также, если нужно, к примеру, раскрасить, нарисовать фиссуры или беленькие пятна на зубах, это тоже делается тут же, не отходя буквально, так сказать, от печи. В стоматологических клиниках процедуру ЦЕРИК называют зуб за час. Дело здесь не только в сэкономленном времени, но и в экологичности самой методики, ее высокой эффективности и умеренном травматизме. Допустим, у нас есть разрушенный зуб. Иногда мы говорим, что здесь нужна только коронка. Но не стоит бежать и спешить сразу делать коронку. Очень часто зуб можно восстановить вкладкой. Вкладка – это микропротез, но для него не нужно точить зуб по кругу. То есть, по сути, полость нужна такая же, как для пломбы. Но если пломбу терапевт делает, моделирует сам здесь, сидит, да, и мы находимся постоянно, как бы у нас рот открыт в кресле, то здесь мы делаем слепок, и вот эту вкладку уже моделирует техник. То есть, рот мы открываем 15 минут до, да, чтобы подготовить, и потом 15 минут после, чтобы зафиксировать. Потому что очень многие исследования сейчас приводят к тому, что длительно открытый рот может негативно повлиять на височно-мижнечелюстной сустав. Фарфоровая болванка, из которой вытачивается протез, изготовлена фабричным методом, что позволяет сохранить оптимальными прочность и текстуру, близкую к эмали зуба. В сравнении с классическими пломбировочными материалами, у фарфоровых протезов срок службы дольше на 2-3 года. Они не впитывают влагу и не изменяются в цвете, а также не вызывают аллергических реакций. Есть преимущество у фарфора и перед металлокерамическими протезами. Современный пациент хочет, чтобы у него десна выглядел, не только зуб выглядел хорошо, но еще и десна. Чем были плохие металлокерамические протезы? Тем, что очень часто десна приобретала синеватый оттенок, из-за входящего в состав металла. Так как технология церек – это безметалловая, то есть вот эти проблемы у нас исключаются. Мы имеем не только красивый зуб, но и также красивую десну. Все чаще можно услышать о таком понятии, как эстетическая стоматология, когда в качестве результата важна не только функциональность, но и внешний вид. Это сегодня востребовано и в это готовы инвестировать. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Стиль большого города – это когда занятые люди находят время на красоту. Сегодня ее принято доверять профессионалам, которых можно найти не только в центре. Парковый – это быстрорастущий микрорайон в городе Челябинске. Здесь акцентировано как раз очень много молодых семей, молодых девушек, женщин, которые сейчас следят за собой, которые хотят хорошо выглядеть. Соответственно, я подумала, что почему бы и нет. Будет хорошо развиваться данное направление. Первое впечатление, когда заходишь, это, конечно, интерьер. Очень такой стильный, располагающий, но качество будет не хуже. Новый объект на модной карте Челябинска получил название «Мята». И если для кондитеров это ингредиент, то для идейных вдохновителей «Нейл-студии» это целый ассоциативный ряд, наполненный положительными эмоциями. «Мята» – свежий взгляд на красоту. Я подумала, что я смогу с другой стороны подать своим клиенткам качество обслуживания. Это и уютная студия, и атмосферная. Дизайн у нас такой атмосферный достаточно. Я подумала, что наши клиентки по-другому посмотрят все-таки именно на этот бизнес и на это обслуживание. Световая гамма – это все очень важно для мастера, так как нужно работать именно в комфорте. Такой прекрасный оттенок мятного очень освежает, и студия достаточно просторная, хватает света. На открытии, среди всех прочих угощений, были и сюрпризы от мастеров. Гостям предложили уходовые процедуры и декоративные покрытия. Все качественно, все безупречно. Надо мной ухаживали, приносили кофе, чай, потакали всем моим капризом. Я сюда пришла, потому что в Парково, можно сказать, это одна-единственная нейл-студио. Очень красивый, интересный интерьер. Достаточно очень современно все, красиво. И поэтому он заинтересовал меня, и я решила сюда прийти. Девушка, которая делает себе маникюр сама, в наши дни большая редкость. И если тенденция обращаться к профессионалам будет сохраняться, возможно, вскоре пилочки и лаки можно будет найти только в специализированных местах. 15 марта в Челябинск приезжает Михаил Козинник, музыкант, искусствовед, автор фильмов о музыке. Концерт для детей и родителей получил название «Удивительные приключения музыки». Не надо выращивать гениев, нужно не помешать природной гениальности человека. Человек рожден гениальными, потому что всякое наше вмешательство есть вмешательство обыкновенного, серого, взрослого в детскую гениальность. И вот мы ее уничтожаем. Мы даже не умеем разговаривать с нашими детьми. Когда им 3, 4, 5 лет, вдруг выясняют, что нам уже с ними не о чем говорить, мы не знаем, что с ними делать. Мы переживаем. А когда они подростки, то конфликт достигает вершин. И самое главное сегодня – это научиться, а, не мешать ребенку, б, научиться говорить с ним о самом главном, о самом важном, о самом эмоциональном, о самом лирическом, о самом сильном, не боясь, не стесняясь. Концерт-лекция «Удивительные приключения музыки» состоится в концертном зале имени Прокофьева, а программа «Бьюти Тайм» планирует интервью с маэстро. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушке на 65 и Зоне Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Перед нами жизнь музыканта, который, ну, так сложилось, он существует одновременно в двух реальностях. Он человек и демон. Персонажи настолько живые, реальные и узнаваемые, совершенно вот мясные такие, телесные. Роман, который насыщен музыкой от и до, помимо Чайковского, Шостаковича, даже хотя бы Малера. Вот там есть совершенно какие-то малоизвестные там имена каких-то экспериментальных композиторов. Орлов пишет чуть-чуть вычурно, чуть-чуть манерно, может быть, даже. Но при этом читать его сплошное удовольствие. Алькист Данилов – это в какой-то степени, ну, можно сказать, папа, да, даже не дедушка, папа современного городского фэнтези. Я Илья Зосимов. Я читаю роман Владимира Орлова «Алькист Данилов». Вообще не по тексту. И еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин